всем привет друзья сегодня говорим о фотографиях для сайтов знакомств я эту тему так или иначе поднимал в одном из своих вообще самых первых костов посвященных собственно предназначенных для презентации своего сайта там это достаточно подробно красиво и культурно рассказано но я думаю пришло время немножко сублимировать опыт прошедший с тех времен и рассказать об этом еще раз итак тема сегодняшнего каста подбор и подготовка фотографий для сайтов знакомств поехали многие из тех кого с ними приходилось общаться достаточно несерьезно относятся к этому вопросу к вопросу подготовки фотографий для собственно сайтов знакомств и я слышал даже такие убеждения о том что начиная от вопросов а что будет если фотографии не загрузить вообще вот истории каких-то там мега гуру которые дескать вообще не использовали фотографий и конечно же разумеется я слышал мнение нашей распространенной общественности которая образно можно назвать мужское движение но которые допускают такие возможные знакомства на вот таких виртуальных площадках я слышал их утверждение серии ну как обычно да то есть я мужчина я мускулист а значит зачем мне вот чего-то там вообще принципе делать ну на самом деле эта позиция просто крайне обратная ситуация позиции тех же девочек до которые а зачем мне чего-то делать я же девушка и под лежачий камень как говорится вода не течет тем не менее мы не будем касаться ну каких-то крайностей наша задача рассказать про фотографии и давайте собственно начнем все весь этот свой пассаж я начал излагать вам исключительно для того чтобы вы поняли что если стоит цель максимально быстро с максимальным комфортом с максимальной скоростью максимальным качеством реализовать свои цели на сайте знакомства они как правило в большинстве сводятся к одному и тому же ну надо как я это люблю говорить слегка вложиться и соответственно чем на больших да то есть ваш успеха это количество вложений на каких-то таких вот полях сражений и соответственно чем больше вы вложитесь в области там анкеты в области сообщения в области вашего образа в области фотографий тем соответственно быстрее просто и больше будет результат и тем меньше будет сообщений серии сайта знакомств это говно они не работают значит поэтому первая присуппозиция да на которой я потратил две минуты вашего времени фотография это серьезно скажу еще пару слов вот защиту этой позиции я бы даже сказал что фотография по сути решает и с ним почему потому что на сайте знакомств как и в общем-то в социальной сети вконтакте то есть или на любой виртуальной площадке надо понимать что существует только один канал приема и передачи информации по сути один канал общения это визуально то есть все что там происходит происходит путем анализа фотографий конечно же там есть еще анкета здесь надо понимать вот какие соответственно вещи во первых есть так называемые геолокационные сайты знакомств типа тиндера ну или примочек там габаду и лав планету где соответственно анкеты толком нету это раз два есть вконтакте и подобные есть знакомства да в социальных сетях где в принципе просто имея определенные фотки я сейчас не беру то есть да на таких местах как вконтакте там нету понять ну понятие анкеты да то есть там есть другая тема то есть от содержания вас из трава вашей страницы которая является определенным диагнозом вам но это все-таки тема другая большинстве своем люди все-таки рассматривают а ваши фотки что соответственно тоже важно и есть классический сайт и знакомств то есть анкеты и типа там тоже мамбы но там ситуация как бы в том что я уже про это говорил большинство людей анкету не читает поэтому фотка хотите вы этого не хотите это касается кстати девушек и и связано это с тем что как я уже опять же рассказывал пишет ким большое количество людей сразу и поэтому если когда вам пишет сразу там ну 100 человек за пять минут а если грубо говоря фотка либо ее нет то есть есть некий привычный фильтр либо это какая-то фотка которая сразу же удалят отдаленно а чем-то отталкивает либо не привлекает я бы даже сказал так просто такую такой чувак сразу отправляется в мусорную корзину то есть либо вообще в бан поэтому фотка еще и поэтому решает да то есть единственный я повторю канал передачи информации случае с сайтами знакомств это канал визуальный да то есть фотки плюс немножко анкета и соответственно если вы этим каналом не занимаетесь то вы имеете провал в этой сфере в этой сфере поэтому еще раз повторю первая призвы позиция фотографии очень важны по сути фотографии определяет вообще все то есть вся весь ваш успех на сайте знакомств 80-90 процентов и это фотографии безусловно можно там говорить о каких-то людях которые умудряются что-то там получать без фотографий но мне кажется не надо смысл но не надо тратить время сейчас наше общение на подобных липно что это скорее исключение они правил соответственно следующий момент который мы тогда в свою очередь да должны обсудить и который для нас сейчас становится важным это какие фотографии должны быть на сайте знакомств что туда вообще грузить и вот здесь начинается самое интересное начинается самая жара здесь я постараюсь сказать максимально быстро лапидарно все все вам обрисовать и не тратить ваше время на вот эти вот пункты значит смотрите здесь опять же чистый маркетинг момент 1 первая фотка это прямая предпродажа такая будем так говорить то есть это некая фотография которая должна привлечь внимание девушки да давайте мы сейчас все таки будем говорить для парней принципе девушки если какие-то слушать этот каст они тоже могут транспонировать от материал для себя значит смотрите первое первый момент фотография до самой первой да то есть самая самый первый момент который мы с вами обсудим это аватарка то есть как происходит большинстве своем на сайте знакомств то есть вы грузите некие значит фотки три штуки и не три то есть вот первые ключевые фотки которые как правило большинство само отображать на сайте знакомств есть есть там например общий кубок куча фоток есть три фотки которые всегда видны есть одна фотка который является аватаркой который видно всегда на вашем профиле когда вы кому-то пишите эта фотка сразу становится видно да вот сейчас речь пойдет вот об этой фотографии эта фотография самая важная а я свое время проходил курс учился у такого известного фотографа не будет статистом как марат сафин я не знаю какой он там как фотограф на мой взгляд ну не такой уж он и хороший спец но он достаточно как оказалось неплохой специалист по фотошопу сейчас он как оказалось достаточно неплохой специалист по фотошопу и достаточно неплохой специалист по продвижению вконтакте причем а это вот тот человек который на найти человек такой категории который не является умным но при этом хорошо запоминает и повторяет чьи-то действия добивается вот с помощью них успеха и это чисто технология я уже не раз говорю что все отношения все искусство соблазнение женщин большинство это не более чем просто технология которую надо просто запомнить и проделать техпроцесс я так его назову ну с определенными конечно фишечками вот и он как раз говорил что но его курс был посвящен больше не фотографии продвижения вконтакте курс очень гениальный но я считаю один из лучших курсов то есть люди тратят огромное количество денег на курсы по там этого халилова бизнес молодости и так далее хотя вот то что я там у него услышал это было намного полезнее чем все вот эти вот курсы вместе взятые и значит он там вот как раз объяснял что он делал фотосессию своей жене как я понял уже бывшей жене и сделал такую яркую фотографию где она там такая на светлом теплом фоне с оплетенной косой и по моему лицо обрызганную кровью что ли как-то так и эта фотография то есть это не его фотка потому что сам он выглядит достаточно ну непривлекательно но еще раз говорю вот это делать на сайтах знакомств не надо это просто пример но эта фотография сразу издалека вызывала значит определенные определенный интерес и привлекало внимание то есть так как он продвигал даже не свою просто страничку а публичную страницу то люди щелкали чтобы просто посмотреть что это за фотка как это работает смотрите да второй пример вторая аналогия youtube например многие из вас вот кто либо на мой канал подписаны либо смотрят на мой канал точнее не на мой но другие каналы либо сами я свой канал веду знают что многие блогеры на ютубе через какое-то время стараются да то есть вот когда вы делаете канал у вас появляется такая аватарка вашего канала вашего блога и слева у вас вот когда вы заходите на свою страницу там появляется но как бы аватарки канала на которой вы подписаны вот и чаще всего взгляд да вот обращает внимание на какие-то необычные то есть на я вам скажу так на определенные аватарки и вот давайте собственно то есть на ютубе они совсем малюсенькие вот давайте собственно поговорим то есть какой должна быть аватарка во первых значит это изображение так как здесь мы все таки это не youtube канал и не страничка вконтакте а все таки мы выбираем человека то первая фотка должна быть либо крупный план либо там по плечи и портрет либо поясной но это крайний случай желательно крупный план да которая как-то сразу показывает девушки кто вы то есть что вы соответственно если у вас какие-то проблемы там с лицом да ну тогда надо либо как-то собственно за это и платят люди мне такие большие деньги то есть тогда либо надо как-то снимать хитро с определенным ракурсом при определенном освещении либо делать например поясной портрет или по плечи чтобы опять же продать ваши лучшие качества ваши лучшие стороны чтобы сразу привлечь внимание потому что именно эта фотка аватарная она продает и это как бы очень важно первый момент да то есть крупность плана второй момент который здесь важен цвет ну кто не знаком значит с теорией цветовой кандинского и цветовым цветовым кругом кратко расскажу что есть такое понятие цветовой круг на нем расположены ну условно говоря все цвета радуги да то есть весь спектр и расположены так что цвета которые соответственно находятся четко противоположно на этом кругу являются взаимоконтрастными то есть если вы хотите показать контраст то вам нужно в рекламе в одежде не важно где на сайте то вам нужно использовать привлечь к сюжетному центру то вам нужно использовать максимально контрастные цвета вашей аватарки например вас сфотографировать в там я не знаю красном пиджаке на зеленом фоне в красной шляпе либо там я не знаю в теплое лицо предположим у вас да лицо по определению теплое всегда особенно если его подсветить слегка теплым светом например в какой нибудь там скажем теплой водолазке там или какой-то это рубашки на таком голубом-голубом фоне соответственно если вы наоборот хотите передать гармонию что нам в данном случае не нужно то это наоборот надо подбирать цвета которые находятся рядом на цветовом круге ну то есть какой нибудь зеленый синий плюс есть соответственно цвета которые ну это уже не совсем нужная вещь но вы должны это понимать есть цвета которые передают настроение да то есть можно снять например а почему весь голливуд если вы обратите внимание очень любит желтые теплые оттенки то есть у них все все кино в основном снимается это режимное время например вечернее и теплый фильтр еще дополнительно накладывать потому что мы все люди северной северных стран у нас такой менталитет мы хотим выглядеть теплее мы больше тяготеем к теплу соответственно у нас психологии кто соответственно более подзагорелы кто выглядит теплее тот передает более какую теплую энергию и тот как бы несет такую информацию что я богаче просто да у меня больше денег я человек который там загорелый то есть я в общем более такой ресурсный для примера в Азии наоборот то есть все азиатские фотопленки такие как Konica, Fuji вы наверное обратили внимание что у них даже упаковочки зеленые они соответственно у них наоборот тот человек который много работает на солнце это ну как бы нищеброд тот человек который сидит в офисе он белый и чтобы как-то соответствовать этому тренду они у них кино в основном такое они кино стараются больше холодить зеленить фотографии свои также делать подавать и либо там обесцвечивать как-то и соответственно у них даже косметика например продается с холодным с отбеливающим эффектом это важный момент соответственно вот этой информацией вы можете пользоваться например при создании вот такой первой ключевой фотки чтобы она привлекала внимание ее например лучше делать повторим три пункта первое крупность плана то есть желательно чтобы лицо было видно там сразу чтобы было видно кто вы ну либо если лицо плохое то какое-то какое-то кадрирование здесь все таки видно что вы человек какой человек но показывающий вас с лучших сторон второй момент контраст то есть желательно да там элементарно человек в зеленом костюме на предположим в зеленом костюме на желтом ой на красном фоне то есть вы сразу будете привлекать внимание к себе можно использовать кстати гармонию например хайкей так называемый то есть например если вы сделаете аватарку ну например если вы девушка блондинка в белом платье на белом фоне то есть просто такая белая яркая аватарка будет сразу привлекать внимание тоже то есть это вот пример аватарки в гармонии вот и соответственно следующий момент да который тоже может работать это настроение да то есть лучше придерживаться например теплых тонов что в принципе более маркетингово выгодно в нашей вот северной стране идем в следующий момент то есть какие фотографии еще работают какие фотографии еще рулят то есть что еще нужно делать вторая фотография которая очень важна на сайте знакомств значит вот здесь я наверное все таки разделю и сделаю значит для мальчиков для девочек ну отдельные отдельный такой значит вот каст ну точнее отдельное деление вот так скажем значит это фотография в полный рост ну либо там как минимум по колено потому что особенно эта фотография важна для девушек почему то есть даже если у вас проблема с весом давайте сейчас все таки поговорим да про девушек вот есть в яндекс директе такая тема которую я например пользую то есть я лучше напишу дам рекламу в яндекс директе там типа ну не знаю септик топаз премиум версия там какое нибудь его преимущество цена от 120 тысяч и отмету весь эконом сегмент но зато на мое объявление не будут кликать нищеброды и я не буду сливать на это бабки вот то же самое тут даже если вы например полная да предположим сейчас обращаюсь к девушкам если у вас например проблемы с весом но даже полную девушку можно например одеть какое-то более или менее подходящее идущее сексуальное платье но предположим вот таким девушкам идут например платье слегка свободной длинной длинной юбкой и с корсетом подтягивающим например грудь и с бельем подтягивающим грудь да распустить волосы и подходящим образом осветить и подобрать форму и такая фотография будет выглядеть в любом случае выигрышно то есть те кто не любят полных девушек те соответственно будут просто сами по себе отметаться хотя скажу честно по своим друзьям я обратил внимание что у нас как раз проблема найти сексуальную симпатичную с приятным лицом именно полненькую девушку потому что в россии какая-то проблема с анорексией то есть все заморочены на спорте и огромное количество девушек плоских без форм чрезмерно худых но они собственно такие девушки и сами через какое-то время начинают это понимать и так далее но даже и таким девушкам тоже можно сделать на чем-то акцент что будет их соответственно продавать то есть короче говоря да вторая фотография это фотография в полный рост вне зависимости от того как выглядит вам надо показать свою фигуру соответственно если вы нормальная там девушка или нормальный парень или еще дай бог там чуть-чуть подкачанной делайте соответственно фотографию в полный рост это обязательно нужно сделать сейчас мы поговорим приоркан потому что это д wider такой тип фотографий кадрирование да сейчас мы поговорим еще про поделение типов фотографий по одежды, по информации, которые они что brushing третье тип фотографии которую нужно сделать обязательно это фотография которая yo несет некую информацию о вас о вашём хобби ну и желательно что то можно было сделано качественно, хорошо. Не обязательно хобби, но которое передает какое-то ваше преимущество. Например, ну, предположим, то, что вы там какой-то оратор или решатель проблемы, или какой-то начальник, и там какая-то вот, или какой-то тренер, и там сфотографировано, как вы что-то преподаете, рассказываете или учите. Например, вы занимаетесь, самое банальное, что я всегда делаю, потому что этим занимаются все. Например, вы занимаетесь спортом, и просто банально пойти в парк, взять там в аренду ролик или велик, и сделать со вспышкой, с проводкой качественные фотографии. Сейчас многие занимаются боевыми искусствами, сделать фотку, где вы, например, там боксируете, где вы бегаете, где вы подтягиваетесь, там, где вы, ну, то есть, например, вы круто готовите, можно снять комнату с кухни и в аренду, и вы там что-то круто кашеварите, это можно круто снять. Может быть, у вас уже есть какая-то фотография, где вы там, ну, не знаю, плаваете на дельфинах, там, у меня, кстати, просто есть такая фотка, катаетесь на лошади, еще что-то. То есть, фотка, которая, у меня зацепка, которая перед, ну, желательно все-таки, чтобы это, ну, вот, фотка просто, где вы на лошади или с дельфином, это лучше, чем ничего. Но это все-таки, с одной стороны, показуха, с другой стороны, ну, это все-таки не придает ваших способностей. То есть, лучше, это что-то, что будет придавать именно какое-то постоянное действие в вашей жизни, то есть, какое-то ваше постоянное хобби, чтобы человек, во-первых, откалибровать людей сразу, которым это категорически неинтересно, отбраковать. Во-вторых, чтобы привязать тех людей, которым это может быть интересно, чтобы не видеть, что вы человек занятой там и, соответственно, интересующийся, что, как бы, тоже немаловажно. И, собственно, второй тип деления, фотографии, которые, значит, я всегда делаю на своих фотосессиях, которые реально продают. Вторая классификация деления – это по одежде, да, то есть, если я спрашиваю, что одеть, значит, поехали. Первая фотография крупным планом, о котором мы поговорили, я с вами уже проговорил, да, то есть, понятно, что здесь надо подходить из цветовых сочетаний. Значит, вторая фотография, которая обязательно должна быть в… Опять же, мы говорим сейчас о маркетинге, если, еще раз повторю, да, если вы хотите быстрый результат с минимальными затратами за, соответственно, минимальные деньги, скажем так. Значит, второе. Сразу здесь проговорю отдельно для девочек, отдельно для мальчиков. Как для мальчиков девочка, одетая в платье, сейчас я про это проговорю тоже отдельно. Значит, также для девочек это мальчик, одетый в костюм. Причем особо не тащится это, если под костюм одета очень хорошая рубашка. Например, такая рубашка, как из Seven Camichia, The Windsor Knot или такие конторы. Ах, вторую контору, я забыл, как она называется, точнее третью. Есть очень крутая рубашечная контора с итальянским названием. В ТЦ европейский раньше у них был магазин. В принципе, они в каждом ТЦ магазины и в Атриуме их был магазин. Забыл я название. В общем, ладно, может быть, в комментариях вспомню, там напишу. Если, а еще совсем круто, причем можно даже сделать дополнительную такую фотку, от чего девочки вообще прям текут, примерно как, я не знаю, от мальчиков, мальчики от чулочек и стрингов. Это белая рубашка. То есть, я не видел ни одну девочку, которая не текла бы при виде мальчика в белой рубашке. То есть, поэтому, да, обязательно надо достать хорошую, крутую белую рубашку. Кстати, в свое время неплохие дешевые рубашки были белые, были, кстати говоря, в Zara. Вот, такие молодежные, стильные, вот. То есть, достать, значит, сделать фото в костюме. Если костюма нет в пиджаке, можно, это даже, может быть, даже будет местами лучше в каком-то кэжуальном, да. Не стоит делать, кстати говоря, то есть, ну, нет, стоит, но... Вот, то есть, скажем так, то есть, одна категория, это фото, например, в галстуке, да, в классическом. Особенно, если галстук хороший, дорогой. Либо, наоборот, такой, знаете, просто, вот, другая крайность, это такой простенький, просто черненький галстучик. А совсем, вот, тоже у меня один мужчина фотографировался, очень крутой, крутой стайл. Это когда одевается не галстук, а такой шейный платок. Вот, я сам, хоть только мечтаю, как бы об этом еще не достал себе такого плана. Но вот это крутые вещи, они круто смотрятся. Прям реально стильно. И здесь бомбоньерка какая-нибудь еще, платочек дорогой, вот, в костюмчике. То есть, такой, казуальный даже пиджак, он даже будет лучше смотреться, потому что костюмы, это все-таки, ну, скажем так, форма одежды такого, не только бизнесмена, но и такого вот офисного раба. А такое, знаете, джинсы и такой, какой-то дорогой, казуальный пиджак такой вот. Ну, китайцы, кстати, специализируются, китайцы, турки делают очень такие пиджаки прикольные. С каким-нибудь здесь вот позолотой, с какой-нибудь там отворотами, с какими-нибудь тут, с какими-нибудь штучками, с каким-нибудь там бархатной, например. И здесь какая-нибудь дорогая-дорогая красивая бомбоньерочка такая. Вот, вот это смотрится прям вообще очень круто, прям, короче, very recommend. Вот, ну и третью, да, собственно, третью фотографию, которую у нас сделают, это хорошая казуальная одежда. То есть, вот как раз сюда можно, например, джинсы белая рубашка или джинсы какая-нибудь крутая, вот, рубашка, либо, знаете, в Заре раньше продавались такие вот рубашки а-ля огурцы, индийские огурцы, я их называю, с каким-нибудь, ну, крутым рисунком там, или с каким-нибудь вот веточками такими вот, каким-то рисуночком таким на... Ну, это надо показывать, вот, примеры, либо просто вот, опять же, те же рубашки с 7K мечи какие-нибудь вот, либо крутое какое-нибудь поло. Вот, я, например, очень люблю, мне с бальных танцев досталась такая тема, не поло, извиняюсь, а, ну, поло, кстати, тоже идут неплохие. Есть такие вот, бальники очень любят такие рубашки, то есть, это рубашка с пуговцами вот здесь, с длинными рукавами, которые вот мне просто идут, такие очень рубашки, которые, может быть, сделаю фотку, покажу, которые вот расстегиваются до пуза. Вот, прикольная рубашка, некоторые идеи, ну, то есть, это тоже вот работает на них, но, особенно, если здесь какие-то брактанты висят, вот, это такой казуальный стиль, то есть, казуальный стиль, то есть, казуальный стиль, это не носки, сандалии, шорты там, да, и не майка, или дешевая футболка и джинсы. То есть, если футболка, и не какая-нибудь спортивная футболка, то есть, если футболка, это все-таки лежанка какая-то футболка. Блин, но с Алиэкспресс можно заказать реально интересные футболки, ну, с реально интересным рисунком. Вот, вот, это необходимое достаточное количество фотографий, которые нужны. Но, желательно, соответственно, если вы делаете фотки, да, то есть, не грузить просто три фотки, но и не грузить слишком много. Но оптимальное количество на сайте знакомств это фоток 6-7, то есть, вот эти три основные. И, соответственно, одна фотка, ой, и, соответственно, оставшееся количество фоток, это фотки, которые вы, например, сделали на моей фотосессии. Но мы их делаем так, как будто они, я их обрабатываю в отдельном стиле, как будто их сделал другой фотограф. То есть, какой-то другой чувак, то есть, вы как будто ни одного чела заказали разово в фотосессии и оплатили для вот сайта знакомств. То есть, это разные фотки в разном стиле, в другой одежде, такие обработанные, как будто они вообще когда-то сняли. Можно даже пару фоток из своего архива каких-нибудь загрузить. Вот, значит, вы грузите вот такие вот фотки, то есть, еще раз говорю, три основных, про которые я проговорил, и вот оставшиеся три-четыре, там, максимум пять. Про запас много фоток не надо, потому что иначе девушки будут думать, что вы позер. И еще какой-то пул хороших фоток, которые тоже вот в фотосессии, вы грузите в социальные сети. Зачем я вам говорил, да, потому что, чтобы потом спросить у девочки, а ты есть в социальных сетях, посмотреть ее остальные фотки. Вот, собственно, ну, вроде бы как все рассказал. Всем спасибо, до свидания, до новых встреч. Пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok